Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале вновь. У нас сегодня с вами видео 2 в 1. В первой части я расскажу о своих пустых баночках. Сейчас я чуть подробнее на этом остановлюсь. А во второй части видео я покажу вам наполнение коробочки Royal Samples совместно с Wildberries. Огромное коробище. Здесь настолько много продуктов, что, честно говоря, я уже ее открывала. И положить все продукты так, чтобы теперь закрылась крышка, у меня не получается. То есть здесь просто коробка ломится косметикой разнообразной. И продуктами для ухода за кожей, и декоративной косметикой. Реально коробка полна доверху. Она весит килограмма 3. Она просто неподъемная. Мне кажется, что это самая богатейшая коробка у Royal Samples, которая когда-либо я вообще видела, хотя коробочки Royal Samples всегда просто изумительны. Наполнение коробочки Royal Samples будет во второй части видео. А сейчас я расскажу вам про свои пустые баночки. Здесь собраны пустые банки от закончившихся продуктов. И здесь только мои любимые средства. Те средства, которые я повторю совершенно точно. И небольшой такой момент. Наверное, я все-таки не буду этого утверждать, потому что жизнь очень переменчива. Неизвестно, что будет завтра. Но на данный момент я планирую снять это видео. И в ближайшее время на моем канале пустых баночек, скорее всего, больше не будет. Потому что если подобные видео с такой тематикой пару лет назад были одними из самых просматриваемых, то есть такая тема была актуальная, то сейчас я смотрю, что интерес к пустым баночкам и на моем канале, и на канале других девчонок падает. Поэтому, скорее всего, наверное, эта тема в 2021 году уже не очень актуальна. Несмотря на это, если мне будет попадаться что-то действительно по прошествии времени уже, когда то или иное средство закончится, будет что-то прямо вот из ряда вон, я обязательно буду вам рассказывать в каких-то, может быть, вставками в видео или какие-то посты в Инстаграм. Но пока в ближайшее время, наверное, это, скажем так, последние, удачные, может быть, даже самые удачные пустые баночки за последнее время, о которых я вам сегодня хочу рассказать. Начну я со своего косметического восторга. Вот иначе это никак назвать нельзя. Несколько месяцев назад интернет-магазин Korean World, который находится в Корее, прислали мне на обзор всю линейку косметики Muldream. Я снимала на нее обзор, если вы его не видели. Невзирая на то, все равно до сих пор, знаете, на мое удивление, некоторые смотрят на то, купил ли ты продукцию сам или не купил. Эту, кстати, тему немножко хотелось подробнее раскрыть раз и навсегда. И если они явно видят, я, кстати, никогда этого не скрываю, всегда под видео подписываю, прислана ли косметика на тестирование или куплена за собственный счет. Некоторых смущает прислана на обзор косметика. Но давайте я скажу так. Нужно понимать, что средства не безграничны. И у большей части населения нашей, скажем так, необъятной родины не хватило бы средств покупать косметику ведрами каждую неделю и делать обзоры. Поэтому то, что присылают на обзор, это удивительная возможность снимать видео чаще. Второй момент. По моим видео покупают не только мои зрители, но также и мои знакомые, мои бывшие одноклассницы, мои какие-то подружки и так далее. Поэтому я всегда отношусь, вне зависимости от того, прислан мне какой-то продукт на тестирование, или я купила его сама, очень ответственно. Никогда в жизни, ради того, какой-нибудь очередной присланной на тестирование баночки, никогда вам не скажу, что вот это средство классное. Покупайте, если это на самом деле не так. Тут, конечно, имеет место быть такой момент, что у нас с вами разная кожа, разные губы, если мы говорим о помадах, разные ресницы, если мы говорим о тушах. И если подошло мне, не факт, что подойдет и вам. Но каждый раз, говоря, что тот или иной продукт очень классный, его стоит попробовать, я говорю это от всей души. Поэтому, как бы, может быть, это помпезно не звучало, но если я что-то в обзорах говорю, если мне что-то понравилось, то это на самом деле так и есть. Если вы еще не смотрели видеообзор вот на эту продукцию Muldrim, обязательно посмотрите, там огромное количество продуктов. Я восхищена этой косметикой. Это лучшее, что было со мной за все время ведения канала, потому что это вот сейчас у меня в руках All Green Milt. Вот это, по-моему, он называется серум, но по сути, вот такая вот баночка абсолютно пустая, и, кстати, очень большой объем, 110 мл, хватает надолго. Конечно, как пользоваться, но в целом хватает надолго. Это, по сути, такой средней плотности крем. Чем он уникален? Дело все в том, что, во-первых, кожа действительно спустя какое-то время становится очень красивой. Во-вторых, она не просто косметика, которая помогает коже стать красивой, это косметика, которая лечит. То есть прыщи, воспаление, раздражение, даже, кстати, дерматит лечит. Я проверяла на своей дочери. Лечит кожу, если есть какая-то аллергическая реакция. То есть, вот, грубо говоря, какой-то аллерген убрали, там, я не знаю, что, на клубнику, может быть, аллергия на шоколад. И вот, чтобы кожа быстрее восстановилась, ушла вот эта вот шероховатость, вот эти кремы справляются буквально за 2-3 дня. Также я вам хочу показать из этой же линейки Muldrim, Vegan Green Milt Intense крем. Это уже крем, он более плотный по консистенции, но своими вот этими же задачами, которые я уже озвучила, справляются ровно настолько же идеально, как и вот этот вот увлажняющий серум. Здесь объем, правда, поменьше, здесь всего 60 миллилитров. У меня еще осталось несколько баночек крема и несколько баночек серумов. Никаких прыщиков. Ну, если я, конечно, опять-таки повторюсь, ничего там не переела, и вот эти вот прыщи, что называется, знаете, вылезли изнутри. Это средство, которое работает. У меня, кстати, был крем для жирной кожи, и я подарила его своей подушке Ире, которую вы многие знаете. Спустя несколько дней она мне звонит и говорит, боже, что это, что туда положили. Ну, кожу просто делает что-то невероятное. Все высыпания проходят, все вот эти вот дерматиты, шероховатости, воспаления. Говорят, что там? Я говорю, Ир, я не знаю, но вот это так. У меня тоже вот лицо как бы тут прыщ был, тут прыщ был, тут что-то шелушилось, тут что-то это, тут что-то. Убирает просто восхитительно, причем результат виден уже по прошествии 2-5 дней. Я название этих продуктов оставлю в инфобоксе под этим видео, она, по-моему, продается еще в официальном магазине Коринворд. Он, правда, там называется по-другому, на Вайлберрис, и дешевле, по-моему, кстати, стоит. Следующее, что я вам хотела бы показать, новинка от Дафмус для душа с маслом розы, мгновенное питание, 24 часа нежности для душа и бритья. Мне очень понравилось средство, буду искать, где купить, потому что попалась мне в каком-то магазине случайно, последний я тюбик забрала. Реально подходит и для душа, и для бритья. Пена густая, плотная, запах розы, если, кстати, запах розы не любите, то тут он прям очевиден, такая болгарская розовая розочка. Пена очень густая, плотная, кожа при этом остается мягкая после того, как это средство с кожи смываешь, не пересушенная, и вообще очень приятно пользоваться. Я обожаю такие форматы пенок, вот эта пенка для душа одна из лучших, которую тестировала за последнее время. Поэтому вот недорого, довольно бюджетное средство, классное. Следующее, что я вам хочу показать, почти пустая баночка L'Oréal Elysef роскошь 6 масел. Это деликатный уход шампунь 3 в 1. Это бессульфатный шампунь, который вообще не пенится, вообще, даже намека на пену нет. Вот если вы попробуете помыть голову маской для волос или, например, кондиционером, вот они абсолютно не пенятся, вот этот шампунь также не пенится. И когда голову моешь, такое ощущение, что она сейчас просто не промоется, потому что вот она прям жирненькая, реально такой, как маска для волос. Но голова промывается, правда, чистой остается, ну, то есть 2 дня с чистой головой, хоть не вышло, потому что здесь слишком сильное увлажнение. Здесь, знаете, такое 2 в 1 и шампунь, и бальзам для волос. Голову этим шампунем мыла я не часто, но это средство я вам советую не для того, чтобы мыть голову, хотя, кстати, кончики не пересушивает и очень круто увлажняет полотно волос. Это средство я вам очень советую купить для того, чтобы мыть им кисти. Кисти промываются идеально, при этом, если у них натуральный ворс, они мягкие-мягкие, как будто вы их замачивали в кондиционере. Вот этой баклажки, не побоюсь этого слова, в 400 мл хватает надолго. Мне кажется, я уже года полтора мою им кисти, а кисти я мою очень-очень часто, практически после каждого применения. Так что обязательно присмотритесь к этому средству в качестве средства для мытья кистей. Следующее, что мне очень понравилось, масло для душа, упругость и релаксация от Эколатер, наверное, так называется. Нейчерал и Органик. Органическое масло конопли, масло мелисы и масло лаванды. Это некое такое, знаете, гелеподобное средство, такой гель-крем, в котором очень чувствуется масло, масло чувствуется на коже, потому что оно прямо, знаете, по коже скользит. Смывается немгновенно. Чем мне это понравилось средство? Во-первых, оно очень приятно пахнет, но мне это средство понравилось тем, что не пересушивает даже сухую кожу. А состав у этого средства очень-очень даже неплохой. Получила огромное удовольствие, если где-то встречу, обязательно куплю повторно, потому что мне было пользоваться очень приятно. Эффект такого, знаете, не то что крема на коже, но вот никакого пересушивания. Прекрасно, прекрасно. Следующее, что у меня закончилось давным-давно, но почему-то я вам не показывала ранее в пустых баночках, это средство для умывания от корейского бренда ProFormula. Там тоже наикрутейшие средства. У меня и сыворотка была, и вот средство для умывания, и крем. Причем, пользуешься и понимаешь, что это очень хорошая, качественная, она, кстати, не бюджетная, конечно, качественная косметика. Вот это вот средство отлично удаляло остатки макияжа, освежало кожу, и при этом кожу реально абсолютно не пересушивало. 140 мл закончилась она у меня, в общем-то, быстро, то есть средство экономичным не назвать. Пользоваться одно удовольствие, если вы не ограничены в средствах и ищете хорошую умывалочку, очень вам советую. Я уверена, вы получите огромное удовольствие. Никаких раздражений, кожа эластичная, упругая, очень приятная на ощупь после применения вот этого средства. Следующее у нас из бюджетного сегмента. У нас сейчас буквально пару средств еще для ухода и потом совсем чуть-чуть декоративной косметики. Недавно купленное средство, вот, наверное, так будет лучше, потому что солнышко выходит, очень отсвечивать начинает, и я тут ущуриться начинаю. Свежая косметика с перебиотиками, супер фреш, без консервантов, тропический гель для душа увлажняющий. Купила я его в фикс прайсе, цена, по-моему, то ли 99 рублей, то ли 199 рублей. Мне очень понравился аромат этого средства. Это реально тропические фрукты, это ананасы, бананы, вот сладко все, прям ощущение лета, курортов, море, веселье, солнце, ярких красок, танцующих, красиво ярко наряженных женщин, вот что-то такое. Не пересушивает тоже кожу, пенится среднее, и такой аромат, что ради этого аромата я готова покупать этот гель для душа снова и снова. Кстати, я еще шампунь купила вот из этой коллекции, мне тоже очень понравился, но у меня еще не закончился. И еще один гель для душ, который тоже мне очень понравился, но вот этот по запаху, он просто великолепен. Буду заезжать в фикс прайсе, если там еще не закончились, вот эта свежая косметика, тропический гель для душа, я обязательно куплю себе несколько банок, потому что прям одно удовольствие. Следующее, что я вам покажу, крем для лица, для сухой чувствительной кожи, морковный, тоже у меня очень давно закончился, стоит бюджетненько, а мне на самом деле его подарила моя подружка Ира. Она им давно пользуется, говорит, Натаха, средство чумовое за 3 копейки, я говорю, да ты что, она говорит, я тебе подарю, и подарила мне этот крем. Классный, морковкой не пахнет, запах сладковатый, очень приятный, я не заметила каких-то особых изменений в своей коже, то есть она не стала какая-то, знаете, вот мне было 85, и вдруг стало 15. Такого эффекта, конечно, я не заметила, но что удивительно, и самое главное, то, что прекрасное увлажнение даже для сухой кожи, и при этом этот крем не вызывает прыщей. Это очень большой плюс, учитывая, что практически все кремы, к которым у меня привыкает кожа, спустя 3-4 недели вызывают у меня нет-нет, да и какие-нибудь мелкие прыщички вот здесь вот. И это говорит о том, что Наташенька, пора кремик поменять. Вот этот крем я использовала до конца, и никаких прыщей, никаких раздражений, все отлично, мне очень понравилось. Теперь я хотела бы попросить вашего самого-самого пристального внимания, потому что я расскажу вам о средстве, которое произвело на меня неизгладимое впечатление. Это тонер от корейского бренда Hygene. Этот тонер необычный, он масляный. Одна бутылка у меня уже закончилась, и у меня есть еще одна, которая, ну, чуть, наверное, больше половины здесь у меня осталось. Это такое, знаете, как молочко на основе масла, которое наносится на лицо. На лицо я его не наношу. Что я делаю? У меня есть вот такой атомайзер стеклянный для духов. И в этот атомайзер я переливаю этот тонер и наношу, здесь у меня, кстати, классный атомайзер, такой мелкодисперсный очень. Я наношу этот тонер на шею и по утрам и вечерам перед сном делаю такую вот небольшую зарядку. Кожа шеи увлажненная, напитанная, очень мягкая, бархатистая. И еще и с помощью зарядки я таким образом избавляюсь от начинающихся заломчиков на моей шее, то есть такие, знаете, круги вокруг шеи. И за последние пару месяцев я заметила, что они визуально стали практически незаметными. Этот тонер вполне способен заменить вообще весь уход. То есть если его нанести на лицо, на шею, то можно не наносить больше ничего, включая крем. Этого масляного увлажнения, питания вполне достаточно даже для самой сухой кожи. Можно, кстати, наносить на руки, если у вас есть какие-то раздражения, шелушения. И если кожа потрескавшаяся, она мгновенно напитывается этими маслами, становится мягкая, мягкая. Если пользоваться вот таким вот методом на шею, с помощью атомайзера хватает этого средства очень-очень надолго. Там огромное количество, большой список полезных ингредиентов в составе. Это моя огромная любовь. И ничего для шеи в последние месяцы я больше не применяю. Кожа на шее у меня стала очень подтянутая, мягкая, увлажненная и как будто бы даже, знаете, более упругая. Ну тут, конечно, наверное, вкупе с тем, что вот я постоянно провожу вот в таких вот манипуляциях в свое время. Нет-нет, есть 2 минуты, раз, шею потянуло, что-то растянуло тут. В общем, короче говоря, шея у меня сейчас в отличном состоянии и вот этих вот полос на ней практически не видно. Очень вам советую. Вещь просто шикарнейшая. Так, с уходом мы с вами закончили. Теперь буквально чуточку-чуточку декоративной косметики. Второй тюбик у меня уже закончился. Тонального крема устойчивого от Artvisage в оттенке номер 201. Наверное, подробно останавливаться на нем не имеет смысла. Один из любимых бюджетных кремов у меня. Сейчас покупать не буду, потому что у меня просто много тональных кремов. Их надо закончить в конце концов. Это уже жестоко выбрасываю, потому что срок годности заканчивается. Однажды я куплю его снова, потому что мне очень нравится эта покрывающая способность. Он, кстати, похож на плотный корейский биби-крем. Вот корейские биби-кремы в основном вот такой вот плотности мне попадались. Мне очень нравится оттенок 201. В нем нет розового пигмента, которое лицо мое делает, знаете, как такой свеженький поросеночек. Отличный сероватый оттенок, отличная покрывающая способность, неплохая стойкость, если сверху припудрить. В общем, один из любимых бюджетных кремов, наверное, на данный момент. Следующее, что я вам хочу показать, тушь, которая у меня давным-давно закончилась. Она в обзорах уже участвовала, но теперь я ее выбрасываю, потому что там уже просто нечем пользоваться. Я ее прямо до последнего добивала, потому что отличнейшая тушь. Кстати, тюбик-упаковка похож на Artvisage, по-моему, тушь. Мне кажется, они на одном заводе делались, но туши абсолютно разные. Вот Artvisage значительно проигрывает вот этой вот туши от бренда Flavera. Обожаю делать обзоры на что-то неизвестно, особенно если какие-то находки, прям такие приятности. Приятно поразившие продукты. Силиконовая щеточка вполне классического вида. Тушь густоватая. Она не склеивает ресницы, но при этом придает объем и такую вот пушистость даже моим ресничкам, которых мало смотрят вниз. В общем, идеальная для таких ресниц, вот как палки, знаете, которые ничем не подовьешь, ничего с ними не сделаешь. Моя рабочая лошадочка на каждый день израсходована до капельки, служила мне верой и правдой очень-очень много времени, не засыхала, кстати, до сих пор не засохла. Даже несмотря на то, что уже закончился, я имею в виду, что по тюбику остатки собираешь, а она не высохшая. В принципе, если что-нибудь там наковыряешь, можно и пользоваться. Отличная. Она не совсем, конечно, бюджетная, но тушь прям, конечно, каждую копейку свою отработала. И последнее, что я вам покажу, это тоже уже второй тюбик консилера Good Morning от бренда Estrada у меня в оттенке номер 21. Может быть, если вы совсем белоснежная, белоснежка будет темноват, но в целом, если у вас вот такая вот кожа, я, в принципе, как вы видите, не загорелая барышня, подойдет отлично, потому что хорошо подстраивается под тон кожи. Оттенок, кстати, здесь желтый, хорошо подстраивается, неплохо перекрывает, способен перекрыть мелкие недостатки, какие-то синячки, при этом абсолютно слит с кожей и стать самим по себе незаметным. Классный бюджетный консилер, мне очень, кстати, у него запах почему-то нравится, он меня прям привлекает, и когда я им пользовалась, прям удовольствие даже от запаха получала. Обязательно куплю еще один такой консилер, сейчас у меня еще там парочку-троечку, которые нужно доизрасходовать, так что в моей косметичке, наверное, вот на каждый день, именно такой на каждый день, не то, что там макияж трансвестита такой на выход такой, чтобы прям замазать, нет, это вот на каждый день такой, чтобы не видно, и вот свеженько, тоненько, прям классно. На этом с пустыми баночками я сегодня закончила, и во второй части видео мы с вами перейдем к обзору вот этой огромнейшей коробки, я очень боюсь, сейчас все это рухнет, мне так неудобно держать, она реально килограмма два с половиной весит. Мы с вами переходим к немного другому формату, я покажу вам все, что находится в этой коробке уже ближе, ничего из этой коробки я еще не пробовала, потому что вот только-только она ко мне пришла, я спешу поделиться видеообзором ее наполнения, потому что, конечно, если я буду, начну все это количество тестировать и рассказывать вам о своих впечатлениях, скорее всего, коробочки на сайте уже не будут, потому что подобные коробки с подобным богатейшим наполнением раскупаются просто за несколько дней, и обычно, когда я снимаю видео и монтирую, выкладываю, коробок уже там в помине нет, поэтому спешу-спешу быстрее выложить это видеообзор на канал, поэтому давайте смотреть, что же в этой коробке. Чем нас так сильно в этот раз порадовал бьюти-бокс от Royal Samples, давайте не затягивая и начнем. Итак, давайте я скорее покажу вам, что находится внутри коробочки Royal Samples совместно с Wildberries. Для начала, конечно же, покажу вам общий вид, чтобы вы оценили масштабы. Ну, а теперь непосредственно к самой коробочке. На данный момент, кстати, коробочка продается на Wildberries. Если вдруг на момент выхода ее в наличии уже не будет, то в начале июля коробочка появится на сайте Royal Samples. Не упустите возможность попробовать такое количество продуктов. Косметики очень много, поэтому не будем затягивать. И начну я с английской соли, эко-мирой, которая состоит на 99,9% из магнезии, сульфата магния. Предназначена для расслабляющих, антицеллюлитных и омолаживающих процедур. Эта пачка соли не влезла в основную коробку, поэтому была вложена в обычную коробку, в почтовую. В моей коробочке вложены миниатюры смягчающего тонера для всех типов кожи от Lancaster. Я так понимаю, судьба брошюрки может попасться от Lancaster также средство для удаления макияжа глаз. Дальше в моей коробочке я нашла ночную маску для лица с пептидами и змеидом ядом от Limani. Кстати, в брошюрке сейчас не указывают объем продуктов и их цену. Данная маска Limani способствует регенерации кожи во время ночного отдыха. Далее в коробочке ночная увлажняющая маска Uria Show Thermal. Такую маску я уже пробовала неоднократно, она довольно часто попадается в коробочках, и мне она очень нравится. Следующий это подтягивающий скраб ритуал энергии с маслами грейпфрута, апельсином, манго и ментолом от бренда Zeytun. В коробочке, кстати, полноразмерная версия этого скраба, и вот так вот она выглядит в брошюрке. Следующее, что здесь есть в коробочке, это миниатюрка ночного крема концентрата против пигментных пятен от Dermedic. Ночной крем концентрат против пигментных пятен удаляет омертвевшие клетки кожи, выравнивает тон кожи. Следующее, что я нахожу в этой коробочке, это паровая маска для отдыха глаз, бренд, я с вашего позволения даже не буду коверкать. Если кто-то может, прочитайте, обязательно в комментариях напишите мне, как читается это слово, вот красным обведено. Я пробовала не так давно очередную подобную паровую маску, это, конечно, прям релакс, расслабление лежишь, отдых глазкам, тепло, тепло, классно, мне очень нравится. Следующее, Organic Thai, натуральный укрепляющий бальзам-кондиционер, мандарин, уникальная формула без воды. В этом бальзаме-кондиционере высокая концентрация натуральных органических экстрактов и эфирных масел, мандарины, зеленого чая, лоэвер, морских водорослей, огурца, грейпфрута, жожоба, а также пантенол, протеины, пшеницы и растительный воск. В этой коробочке полноразмерная версия данного продукта. И также следующий продукт в полноразмерном варианте, LibreDerm, витамин Е, крем, антиоксидант для нежной кожи вокруг глаз. Витамин Е, мощный антиоксидант, замедляющий процесс старения, обладающий превосходными увлажняющими свойствами. А мы с вами переходим к следующему. Интенсивная маска для восстановления волос с органовым маслом от Hasp. Здесь пакетик объемом 50 мл. Следующее, это полноразмерный продукт, также в коробочке от True Alchemy, сыворотка для лица. Данная сыворотка с эктаином помогает на физиологическом уровне улучшить кожу лица в области вокруг глаз по всем признакам старения. Очень приятно, кстати, такие вещи получать в полноразмерной версии. Стеклянный флакончик с пипеткой. И это также полноразмерный продукт, гель для душа, Neocare. И данное средство тоже в полноразмере, гель для душа, Neocare. У меня, как вы видите, с кокосом в коробочке может попасться и другой вариант, мохито. Дальше в этой коробочке я нахожу вот такую вот прекрасную коробочку от Levrano. Это минеральная рассыпчатая пудра, которая обладает выравнивающим и матирующим эффектом. Вот так она выглядит внутри. С огромным удовольствием буду ее пробовать. Следующая это миниатюра крем для лица с гиалуроновой кислотой от бренда Dr. Brandt. Это гиалуроновый крем с мультиувлажняющим комплексом. Позволяет, не прибегая к инъекциям, восстановить объем кожи, наполнив ее влагой, подарить ей эластичность, гладкость и сияние. Следующий это 50 мл флакончик увлажняющего тоника с соком алоэ, пептидами и гиалуроновой кислотой от BTPIL, если я не ошибаюсь в произношении. В брошюрке говорится о том, что этот тоник увлажняющий и содержит комплекс самых лучших увлажняющих средств современной косметологии. Я уже рассказывала о том, насколько сильно я в последнее время обожаю патчи, насколько часто я их применяю и прям для меня подарок какой-то. Здесь, кстати, так написано, специальный подарок в коробочке, один из видов продукта. Тут вот два варианта нарисовано. Это гидрогелевые патчи от KIMS, предназначены для ухода за областью вокруг глаз. Я думаю, что все знают, что такое патчи, с огромным удовольствием буду пользоваться, потому что как раз-таки мои уже практически закончились. А тем временем в коробочке осталось еще довольно много продуктов и очень много декоративной косметики. И как раз к ней мы сейчас с вами переходим. Тушь для ресниц от бренда DIVAGE 4D Big Black. Тушь с эффектом 4D объема от DIVAGE увеличивает ресницы с первого взмаха кистью. Обязательно ее с вами в одном из видео протестируем. Следующий это набор для моделирования бровей от LILO. Здесь есть как тени от светлого до темного, так и воск. Эти оттенки можно комбинировать между собой и получать идеальный для себя оттенок теней для бровей. Следующее масло для губ от бренда Vivienne Sabo. У меня когда-то было подобное, только розовенькое. Кстати, розовенькое тоже может попасться в коробочке. Вот в этот раз мне, видите, попалось такое масло голубого цвета. Попробую их сравню. Мне, кстати, предыдущий, который тут у меня был розовый, очень даже понравилось. Дальше гелевый карандаш для губ от Pro Makeup. Я не знаю, пробовали вы ли эти карандаши. Нет, я считаю, что это карандаши. Одни из лучших карандашей для губ. Безумно мягкие, идеально рисуют прекрасную линию, которая не плешивит. Пользоваться просто одно удовольствие. У меня уже есть, по-моему, три или даже четыре карандашка от этого бренда. Одни из лучших просто. Следующий это нежный гель для интимной гигиены. Опять-таки, боюсь исковеркать бренд. Первый раз такое вижу. Натуралиум, наверное. Серия средств для интимной гигиены на основе мягких компонентов. Создан специально для деликатного очищения и усиления природного защитного барьера нежной кожи интимной зоны. Дальше кафе мини суперфуд. Увлажняющий крем для рук малина и розмарин. Предполагаю, что здесь полноразмерная версия продукта. 50 мл в данной баночке. На мой взгляд, баночка выглядит очень непривычно, если учитывать, что там крем для рук. Но тем интереснее. Дальше очень нужная вещь в наши непростые времена. Универсальное антибактериальное средство для рук. Чайное дерево в спрее от бренда Salomea. Далее, что я вам покажу, это скраб для губ от бренда Vivienne Sabo. Дальше идет ночной бальзам-бустер, антивозрастной нутриэликсир от бренда Mavala. Здесь миниатюрка 5 мл. Следующее это средство от бренда Revlon. Revlon Photo Ready. Это праймер для лица, основа под макияж. И оно идет с помпой, что очень удобно в повседневной жизни. Следующее средство также относится к категории декоративной косметикой. И здесь невероятно красивого цвета в оттенке номер 04 помада Paraline от бренда Divas. Ну и последнее, что есть в моей коробочке, это такая, скажем, двухступенчатая тушь от бренда Bourjois. Ее нужно крутить в разные стороны, и тогда на кисточке остается тушь чуть меньше и чуть больше. И вы всегда сможете регулировать то количество туши, которое наносится на ресницы. Обязательно буду пробовать. Вот, по-моему, когда-то у меня такая тушь была, честно говоря, не помню, понравилась она мне или не понравилась. В общем, даже если я ее пробовала, то неплохой вариант попробовать вновь. Обязательно, как обычно, пишите в комментариях, понравилось ли вам наполнение данной коробочки. У меня такое ощущение, что эту коробочку придется прям вот отслеживать на сайте. Если на данный момент ее уже нету на Wildberries, то еще раз повторюсь, имейте в виду, что в начале июля она появится на сайте Royal Samples. И я думаю, что, как обычно, в течение одного-трех дней ее обязательно раскупят. Потому что, на мой взгляд, состав данной коробочки просто потрясающий. Здесь есть довольно много и декоративной косметики, и хорошей косметики для ухода за кожей. Даже патчи есть, что прям особенный плюс для данной коробки. На этом, пожалуй, все. Огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваши комментарии. Я желаю вам, как обычно, хорошего дня или ночи. И надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok